Здравствуйте! Вы смотрите программу ЖКХ «Вопросы и ответы». Меня зовут Алексей Вишков. Сегодня мы работаем на улице Несейская, куда в рамках общегородского субботника вышли сотрудники управляющей компании «Жилуниверсал». Одновременно с этим на наш вопрос ответит главный инженер Алексей Ильюшин. Алексей, здравствуйте! Добрый день! Алексей, расскажите, какой у вас план работ и привлекаете ли вы жителей? План работ у нас каждый год. Мы выходим на общегородской субботник, один из субботников, в который мы выходим. Привлекаем мы всех сотрудников, это не только компании «Жилуниверсал» и спутников тех компаний, которые заключены у нас в договорах, которые занимаются непосредственно отслуживанием жилищного фонда. Больше 10 мест, где у нас находится уборка территории. Вот одно из мест, которое у нас по традиции выбирает компания «Жилуниверсал», это «Между домами» и «Енисейская 37-39». Здесь сюда мы выходим ежегодно. Жители многие ждут, когда мы уберемся, наведем мы здесь красоту. И хочу сказать, жителей мы, конечно, привлекаем. Это первое, приглашаем, вешаем объявления. В газете свои, которые мы выпускаем, приглашаем. Открыто у нас более 10 мест, где выдача инвентаря. В любое время, в любой день жители могут прийти, получить это, начиная грабли, лопаты, мешки. Любой инвентарь, который необходим для уборки территории. Но, кстати говоря, про жителей. Сейчас многие говорят, что жители не очень активны, особенно в сфере ЖКХ. Как у вас получается привлекать жителей? В чем ваш секрет? Скажем, как у вас вообще активность у жителей? Активность жителей, если мы будем сравнивать те времена, коммунистический, социализм, 80-е годы, конечно, была намного больше жителей, 90-е годы. А сейчас меньше, но люди сейчас привели к большей инициативе людей. Это хотят участвовать не только именно в субботнике, а в любые дни, когда они свободны. Потому что мы более открыты для людей сейчас стали. У нас созданы группы в соцсетях, это Вайбер, Ватсап, и жителей мы приглашаем, мы с ними там общаемся. Почти каждый руководитель в этой группе, и любой вопрос, который задает житель, отвечается в данной группе. Для того, чтобы меньше было обращений, структуры каких-то организаций, мы хотим решить все это на месте и совместно. Следующий мой вопрос по текущему ремонту. Сейчас вот в Самару пришло тепло, и наверняка уже многие жители к вам по поводу предложений по текущему ремонту обращаются. И многих возникает вопрос, почему тарифы на текущий ремонт достаточно высокие, и как вообще они формируются? Хотелось бы, чтобы вы как-то это объяснили нам. Ну, наверное, вопрос стоит не больше как в тарифе по текущему ремонту, а вопрос по стоимости работы. Я хочу сказать, что да, многие жители говорят, что это очень дорого, но я хочу сказать, что мы работаем в рынке. Первое, если посмотреть по всем управляющим компаниям, которые работают в городе Самаре, и сравнить наши цены, я не скажу, что мы самые дорогие. Мы средняя цена, но и даже где-то дешевле на многие виды работ. Жители должны понимать, что мы, организация, платим налоги, мы платим зарплату в белую. Никакого, грубо говоря, черного налога у нас нет. Какие вообще вы основные работы сделаете по текущему ремонту, как правило? Сейчас работы очень много, потому что план текущего ремонта практически сформирован. Мы стараемся его сформировать в февраль-март месяц, в январе где-то пытаемся. Кто-то, активные жители даже в декабре, спрашивают на сумму, какая денег у них осталась, сколько пришло на будущий год. Основные виды работы мы стоим и всегда рекомендуем. Это первое, кровля и инженерные коммуникации. Мы считаем, что необходимо сначала в первую очередь привести подвал в порядок, это коммуникация по холодной, горячего снабжения, отопления, а уже потом заходить в подъезды, замена окон, какое-то благоустройство. Многие жители, старшие, не хочу сказать, что все, но очень много, они стараются провести текущий ремонт у себя в подъезде, где они живут. Здесь, конечно, мы стараемся им доказать, садимся за круглый стол переговоров, что нужно производить те работы, которые необходимы. И большинство нам получается это, и доказываем жителям, что необходимость нужно сделать, например, утеплить какую-то стену. У кого-то промерзает стена, чем отремонтировать там подъезд или заасфальтировать какой-то, провести какое-то благоустройство или лавочку поставить, кто-то хочет. У нас практически на 90 с лишним процентов уже планы все сформированы. Есть жители, которые еще думают и решают, какие произвести. Но я думаю, к концу апреля все планы у нас будут сформированы, и мы уже в полную силу начнем работать. А вот этой зимой было очень много осадков, у многих крыши протекали. И в связи с этим вопрос, какова у вас была ситуация, и сколько, скажите, может стоить ремонт крыши в среднем? Я думаю, многих этот вопрос интересует и до сих пор в том числе. Ну, да, зима была, много обильных осадков, снег шел очень часто, практически был он ежедневно иногда шел. Это у нас зима проверила выносливость. Первый основной вопрос это была очистка территории, чтобы машины могли заезжать, как минимум вывозился мусор. Потому что от нас зависело, если мы не почистим двор, мусор забираться не будет, и перевозчик, региональный оператор, который у нас с этого года работает, он бы просто вставал, машины не могли заехать. Это в первую очередь, что мы делали, то очистка территории. Потом это основной вопрос, это очистка кровель. Да, это очень серьезно. Вопросов очень много было, да, у нас жители обращались. Почему протечек очень много? Потому что у нас дома все 70-го года постройки практически, да. И капитальный ремонт еще ни разу в каких-то домах не проводился. И выходить даже на крышу было страшно. Почему? Потому что шифер старый, и у него уже требуется замена стопроцентная. И где-то он может проломиться, когда ходят люди по нему, да. Где-то еще что-то случится. Но основной вопрос, ну, про очистку мы производили, практически всегда вовремя, сосулек нет. Несчастных случаев у нас не было. Были пару случаев, это только с балконов, которые сходили на головы жителям, тоналить, снег, и, как бы, вопросов к управляющей компании здесь не было. Но я считаю, что мы здесь отработали неплохо. Стоимость по ремонту крови все зависит, как мы хотим сделать. Она колеблется от 800 рублей за квадратный метр, да, до 3-4 тысяч. Все зависит, что мы хотим там сделать. Хотим мы просто поменять там шифер, да, поменять где-то он треснутый, будет одна цена. А если мы хотим поменять обрешетку, деревяшки все, жалоба и свесы металлические, эта цена совсем другая. Сколько в среднем нужно собирать жителям, например, пятиэтажки, да, хрущевки, вот на полную замену крыши? Вот сколько им приходится собирать по времени? Ну, давайте возьмем. Пятиэтажка четырехподъездная, да, площадь крыши составляет примерно 750 квадратных метров. Чтобы сделать крышу хорошо, качественно и забыть про эту крышу, выходит где-то порядка от 2 до 3 тысяч квадратных метров. Вот, считайте, это порядка 2 миллиона с лишним. Ну, минимум 2 миллиона рублей. Тогда сделается крыша неплохо, будет хорошо, и она будет долго служить. А на текущий ремонт собирается в среднем порядка в год 300-350 тысяч. Им нужно, если делать капитальный ремонт, сделать крышу, тогда 7 лет ничего делать не будет. Управляющая компания вот здесь. Основной момент, и мы всегда просим, общаемся с жителями, чтобы поднять процент сбора по капитальному ремонту, чтобы больше заходили, ремонтировали домов в Кировском районе, в нашей управляющей компании. Если сбор есть 97% и выше, тогда можно срок капитального ремонта перенести на более ближайший трог. И вопрос по отопительному сезону. Он уже скоро у нас в Самаре заканчивается. Вот к какими итогами вы подходите? То есть какие итоги можете подвести? Какие были основные сложности, основные проблемы? Отопительный сезон для нас в начале года, конечно, был очень сложный. Это те две серьезные аварии, которые произошли в Кировском районе. Это конец, в конце года, 30 декабря, произошла авария. У нас без отопления осталось порядка 400 домов. И мы закончили все работы по запуску домов где-то порядка 8 вечера, полдевятого. Вот в это время мы практически все дома запустили. Все дома мы запустили, только некоторые стояки не успевали, запускали уже и 1, и 2 числа, как где-то были аварийные ситуации. Это вставало тест, да? И после этого большая авария, которую все мы знаем на Старозагоре, Ташкентске, которая произошла, вот здесь для нас было серьезным испытанием. Количество домов, конечно, не очень много, но затянувшийся ремонт, который произошел на магистральных сетях, для нас было очень тяжело. Вот нам очень нас спасли, вот как я говорил, вот эти группы, которые мы создали в Вайбере, в Ватсапе, старшие по домам, они нам в онлайн-режиме сообщали, что появилось тепло, не появилось, потому что за таверную информацию сразу, мгновенно получить от тепловых сетей было невозможно, да, потому что все сотрудники были заняты, и получить у диспетчера информацию, она не всегда была так вовремя, потому что морозы были очень сильные. Вот здесь нам жители очень хорошо помогли, это первое, что если случалось, там где-то лопается труба, да, потому что морозы очень сильные стояли. Нам сразу сообщали, мы в наши группы выезжали, устранили это аварийные ситуации, и проблема была это то, жители, которые выносят систему отопления на лоджии, начинают утеплять их, у них эта вода не сливается, потому что они по-своему делу переделывают систему отопления, и вода остается в трубку, слить ее невозможно. И вот тут начинают у них замерзать. Запустить стояк мы не можем, мы не понимаем сначала почему, потом выясняется, что это находится, замерзло у него в квартире, жилет сначала не дает проводить работу, потому что нужно разбирать, там где-то у них стены, они в стенах трубы прячут, да, и еще какой-то батареи там где-то спрятаны, вот тут очень тяжело, и страдает не только этот жилет, а вот по стояку, да, а если у нас это с нижним розливом, это может пострадать 2-3 стояка. Вот это была проблема, с жителями мы переговорили, кому-то мы выдали предписание, наверное, будем на некоторых жителей выходить в суд, чтобы переделать эту систему отопления, потому что из-за этого страдают не только они, но и страдают все жители, которые живут рядом. Большое спасибо за разговор, а я напоминаю, что вы смотрели программу ЖКХ «Вопросы и ответы». Всего доброго, увидимся совсем скоро.